салют дамы и господа здравствуйте мальчики и девочки у микрофона олег гром тема достаточно серьезная в то же время достаточно скользкая и мало кто ее затрагивает либо она просто не находит какого-то общественного резонанса среди авторов ютюба я начну наверное с небольшой предыстория несколько лет назад начали происходить странности на ютюбе в том плане что скажем так внезапно какие-то видеоролики попадали в топ-10 которые мы просто не могли туда никак вообще попасть вылетали вперед в чарты и в то время начали задавать вопросы об этом как почему странное видео где-то в топах вообще висит ответа естественно официального абсолютно никакого не было начали думать что может быть это кто-то накручивает как-то продвигает видео с помощью накрутки но чтобы накрутить видео чтобы она вышла куда-то в топ я честно говоря не очень представляю как это нужно сделать я предполагал что скорее всего это делается средствами возможно это не точно еще раз сразу да в начале был дисклеймер если вы его не посмотрели еще раз это не точно это мое предположение мне так кажется я так думаю но это не точно нет в тот момент показалось что возможно это google сам своими средствами регулирует и в тот момент закралась мысль это наверно был 2016 год где-то начало 2016 или в конце 2015 но где-то вот в том районе закралась мысль о том что накручивать то он там накручивает например да ну прям так чтобы аж вывести в топ какое-то видео непонятно у человека у которого там не знаю сто или тысяча просто подписчиков но в основном было меньше тысячи вдруг это видео окажется в топе эти видео были окрашены социально-политическими красками так можно сказать помягче да чтобы вы понимали как я к этому отношусь и не нужно поднимать как говорится бучу по этому поводу потому что скорее всего и так набегут какие-то люди управляющие множеством аккаунтов и наверняка и так скажем так ситуацию как-то изменят в минусы или еще что-то такое тоже возможно вот именно в этом видео а может и в других видео тоже подключаться ну в общем было и было все кто это замечал более менее начали как-то говорить об этом дальше произошло еще интереснее событие когда начали видео у топовых блогеров которые набирают множество просмотров лайков ну в тот момент начали не попадать в этот топ-10 хотя вроде бы те уже на непонятные видео из него исчезали эти так и не возвращались и был достаточно интересный колбасу можно было думать что это гугл что-то меняет что-то настраивать можно было думать там про какие-нибудь там рептилоидов которые с орбиты земли с помощью там газа отраженного от взрыва на венере что-то настраивает в общем теории было много но как всегда в любых теориях слабое звено это человек и человеческий фактор поэтому прежде всего стоит смотреть на вот это да человек слаб он не может быть идеальнейшим где-то что-то на кого-то как-то где-то где-то что-то можно возможно а может быть нельзя но мне так кажется я предполагаю надавить чтобы он где-то что-то нажал и что-то как-то где-то заработало мы это обсуждали на стримах в те года типа чё-то чё за фигня и потом началась действительно извиняюсь конечно фигня то что начали скручивать просмотры просто скручивать просмотры с ваших видео ну было у вас например на видео там не за десять тысяч просмотров осталось тысячи куда девять тысяч просмотров исчезли то хрен его знает хрен 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 его знает куда-то может быть ну то есть куда непонятно это случилось именно после того как общественность заметила что какие-то видео вылазят в топ а у них нет собственно просмотров нет собственно зрителей почему они в топе видимо видимо начали делать как-то так что вот у этих мы возьмем просмотры и лайки кстати тоже лайки тоже исчезают и зрители до сих пор жалуются вообще что ставишь лайк заходишь лайка нет но когда ты ставишь лайк под каким-то видео он у тебя потом отображается его видно что он установлен лайк или дизлайк неважно видно он там обозначается цветом вот они заходят его нету они говорят что за фигня я поставил же лайк почему его нет жмут еще раз о все лайки есть выходят заходят есть лайк через время заходят лайка нет то есть видимо появилась возможно скорее всего но это не точно я лишь предполагаю я так обтекаемо буду говорить вы люди умные я думаю разумные во всяком случае умные это как-то звучит наверное даже оскорбительно в некоторых окружениях в некоторых средах и социумах слово умный звучит с оскорбительным подтекстом и предположительно уже догадались да что где-то просто это скручивается а кому-то это накручивается то есть youtube видимо имеет ну как видимо сто процентов имеет инструменты для того чтобы там выдвинуть видео вверх куда-то опустить вниз и скорее всего какие-то региональные отделения на отделение youtube это там вот youtube который занимается например странами снг вот там работают люди есть же представительство ютюба там не знаю в москве например там работают люди живые люди люди не идеальны у каждого что-то где-то как-то и у них есть инструмент с помощью которым они могут смотреть двигать решать какие-то проблемы то есть у них есть власть над каким-то вот этим сегментом youtube и возможно возможно раньше вот эти все которые видео появлялись выходили куда-то высоко но у них не было ни просмотров ни зрителей но не зрители но не были в топах возможно это ну и вот тот общественный резонанс среди блогеров вы возможно этого и не замечали но среди блогеров эти разговоры были видео были много чего было возможно это как-то повлияло и их поругали сказали ай-яй-яй но вы что что такое делаете может быть так все было но это не точно ай-яй-яй зачем 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 вы так делаете за если делаете делайте так чтобы заметно не было и далее еще инструмент или наоборот даже не дали а просто сказали у вас же есть инструмент вы можете например у вот этих вот ютюберов убрать просмотры у всех и лайки например и вот они у вас накопились да вот просмотр вот лайки а кому-то нужному все это все это поставить а не просто нажать на кнопочку и выкинуть его вперед то есть нельзя просто взять ему нагенерить из ничего этих просмотров потому что просмотры засчитываются ютюб за это получает деньги рекламодатели платить деньги деньги ютюбу за просмотры и ему нужна настоящая статистика если ютюб будет обманывать людей которые платят деньги для размещения рекламы крупнейших рекламодателей то они скажут ну извини ютюб наверное мы не будем у тебя ничего заказывать и чтобы вот такого не произошло скорее всего там существует такая вот опция но это не точно я лишь предполагаю на основе того что я вижу у меня просто вот уже последняя капля терпения чашу наполнила и я решил такой ну не отпевать жизнь из нее да вот расскажу поделюсь мыслями вот каждый как говорится придет к своим каким-то выводам а я знаю что меня смотрят ютюберы и большие и маленькие миллионники вот так что вы тоже дают мой знаете что делать я понимаю что вам не с руки писать что-то например здесь в комментариях у меня но я думаю мессендж вы услышали что стало вообще происходить начался началось то что раз за разом у каких-то крупных ютюберов вот прям была такая буча а до нее все это тихо началось начали исчезать просмотры ну то есть их скручивает эти просмотры и нужные места и потом уже пошла эта буча когда вот эти вот миллионики ютюберы что такое где где наши просмотры куда куда они делись и их оставили в покое более-менее может быть не всех но большинство крупных ютюберов оставили в покое и решили брать просмотров с каждого лучше такого там не миллионника ну там 100 тысяч 200 тысяч меньше 100 тысяч вот с них лучше взять по чуть-чуть ну или не по чуть-чуть как говорится и в распределить где нужно людям каким-то кто вот хочет чтобы определенные видео может быть какие-то социально-политические может быть какие-то другие я не знаю я лишь предполагаю мне так просто вот кажется я могу ошибаться это мое предположение ничего больше может быть туда все это уходит туда куда-то но факт остается фактом вот например за август у меня скрутили сто пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят просмотров видео просто вот они у меня были у меня взяли и скрутили сто пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят я бы этого и не заметил на самом деле если бы не зашел в social blade и такой не офигел чего куда делись мои мои просмотры я не какой-то крупный ютюбер да то есть я не какой-то не знаю там даже не знаю сейчас наверно таким мало кто занимается ну всякие магазины могут заниматься тем что накручивать себе просмотры и типа потом не google что-то скрутит я и не накручу просмотры да у меня денег нет накручивать просмотры это глупо изначально было даже но какие-то компании появлялись и периодически приходит спам о том что дескать о вы хотите себе больше просмотров вот давайте мы вам накрутим я таким не занимаюсь никогда не занимался и не планирую заниматься крайне крайне странно но есть люди которые занимаются и вот youtube где-то года два назад или год говорил типа о том что вот они будут пересчитывать просмотры и как-то что-то там уберут у всех в один раз но оказалось что нет оказалось что вот это продолжается и исчезают не только просмотры скручиваются не только просмотры но и лайки то есть факт мне пишут зрители о том что скручиваются лайки и ни один не два это десятки людей я и сам это вижу я сам вижу когда скручиваются просмотры потому что у ютюба есть в аналитике например сколько было просмотров да а в статистике вообще эта цифра появляется через два или три дня как написано в самом гугле и раньше вот то что вот там просмотров например пять тысяч но у меня небольшой канал для меня это в принципе нормальная цифра вот я смотрю о пять тысяч просмотров и через два три дня там четыре смотришь да примерно пять тысячи есть там пять сто двадцать ну вот как то так или смотришь например три тысячи просмотров и ну вот вот за день да вот потом смотришь через два три дня они зачлись на это видео и ты видишь что там да три тысячи просмотров всегда аналитикс показывал правильно то есть это видно только авторам каналов сейчас аналитикс может показывать тебе там пять тысяч просмотров а зачтется тебе по итогу тысячи в лучшем случае а может быть и меньше ну и лайки там оттуда так шуршуршур куда-то заберут скорее всего система тоже автоматизирована в том плане что ну вручную никто не сидит и не убирает эти лайки и просмотры скорее всего просто есть какая-то база да например выборка выбрать блогеров меньше ста тысяч или там двухсот тысяч подписчиков или еще по каким-то по таким вещам и критериям и вот забирать у них просмотр и подписки и отдавать туда куда надо вы скажете да ну какая-то теория заговора а я скажу нет я скажу нет потому что вот у меня все перед глазами и еще одна интересная капля терпения которая случилась с моим зрителям у него в телефоне в строке состояния вылезло уведомление о том что вот дескать сейчас я даже зачитаю он пишет у меня в youtube строке уведомления на мобиле вот это видео там определенное видео выскочило что будто бы и нажми и посмотри как будто бы он подписан на канал и он пишет нет говорит накрутка так не работает вот ему отвечает но казалось он не подписывался на канал и вы можете сейчас сказать типа да наверно он подписался да отписался там ты же не знаешь точно действительно точно не знаю но ответ конечно на ответ конечно папа поражает ну какой-то бот наверное так это можно назвать такие знаете одинаковые имена попроще без аватарок зарегистрированные там вчера позавчера абсолютно пустые аккаунты такие провокационно бот-аккаунты есть конечно люди у кого настоящий аккаунт так выглядит но их мало к сожалению и этот аккаунт пишет а не пофиг ли тебе накрутка раскрутка работает не работает тебе бесплатно классно контент предлагают а ты еще кабенишься забей наслаждайся а накрутками пускай гамикадзе заботиться у него вечно что-то скручивает вот лучше бы их конечно молчали молчали вот эти вот люди которыми у которых много аккаунтов но боты они не боты но у них много явно аккаунтов и вот они такой пишут лучше вы не молчали тогда вы наверное человек бы сказал да ну может быть я случайно нажал там хотя но навряд ли да ну мы бы не смогли докопаться вообще да и до истины мы сейчас особо не можем но благодаря этому комментарию становится понятно что вот она уже даже не скрывают так что наверное в скором времени вас на кого-то подпишут или вам отправят пуш уведомления на видео которое находится на канале на котором вы вообще не подписаны которые мне интересуетесь видео может быть на какие-то социальные может быть я не знаю политические темы навряд ли какие-то развлекательные может развлекательные кто ж его знает но теперь видимо и такая услуга появилась вот я к чему все это рассказываю к чему веду все это длинное видео так тому что друзья человек не идеален человек может сделать огромную империю все практически отрепетировать а потом а потом рухнет рухнет и все и они даже в учебниках истории вспомнят как главой на пол страницы великой какой-нибудь там империи которая существовала тысячи лет но что же говорить про youtube мы привыкли смотреть youtube мы привыкли доверять на ютюбу но я вижу то что я вижу и получается так что куда-то исчезает все более того это происходит не только в странах бывшего союза это происходит еще и в других странах ну то есть что логично не будут этим инструментом пользоваться только в одном месте видимо раздали всем отделением до чтобы там как то что то делали как им нравится и такие видео из австралии бывают и из сша но там это не в таком огромном количестве но либо просто я не особо слежу да то есть там другой язык сложно с этим всем разбираться но тем не менее это есть теперь везде и стоит это принять и понять но в том плане чтобы вы теперь нет абсолютно никакого смысла оценивать видео по лайкам оценивать видео по просмотрам или по комментариям потому что вот это все она себя дискредитировала если комментарии давным-давно себя дискредитировали потому что есть боты которые пишут либо какие-то положительные комментарии либо отрицательные либо там все смешанное уводят тему есть провокаторы и прочее 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 это и это встречается не обязательно в политических каких-то блогах это встречается в любых блогах вот я веду вроде бы как технический блог у меня тоже есть провокаторы которые забегают всякую ересь пишут есть рекламщики спаймеры флудеры которые вот это все перемешивают ну к примеру я показал не ну не знаю какой-нибудь там телефон и сторонняя компания прибежала которая там им не нравится вот эта фирма например они прибежали и начали спамить что это все плохо но это не значит что они именно меня ждут и смотрят у них просто есть какой-то штат есть какой-то бюджет в месяц чтобы вот видео где конкуренты как-то засирать так что мне кажется в ближайшем будущем по идее те каналы где все-таки более-менее живые люди да скорее всего будут закрывать все эти комменты лайки но может и не будут конечно может быть эта ситуация урегулироваться может быть хайп будет какой-то после этого видео хотя навряд ли но вот но тем не менее как говорится вооружен если ты предупрежден вот точнее наоборот предупрежден если ты вооружен на так что имейте ввиду она это я к ютюберам обращаюсь если вы на канале у себя такое начали замечать или замечали ранее но не придавали значения списывая это на какие-то ну какие-то штатные штатные штуки ютюба то друзья это носит достаточно массовый характер и но если ситуация в лучшую сторону не изменится она как показывает вот опыт за эти годы только ухудшается да то чем-то это все может закончиться но платформы есть вещать где есть я думаю что любой для себя найдет местечко да есть хотя бы тот же твич и там можно вести подкасты или стримы какие-то вот что-то такое делать это я вот ютюбером вообще рассказывать хотя не знаю как там что-то на твиче может там тоже какая-то похожая ситуация но да неважно я думаю что мысль я донес следите за своими подписками если у вас когда-то что-то такое появляется выскакивают какие-то сообщения на которые вы не подписаны в общем-то если вы ютюбер видите что у вас там то лайки исчезают то просмотров вдруг стало очень мало непонятно почему да с какого бы перепуга скорее всего у вас скручивают просмотры скручивают лайки и отдают их тем видео которые ну скажем так выгодно этим людям обтекаемо если говорить ну а так вы я думаю сами должны понимать как и чего куда вот такие вот дела вот такая вот песня предвижу что будут какие-то негативные комментарии возможно задизлайкают там видео и прочее но я оставлю во всяком случае пока что все как есть если буду справляться с потоком спама но откровенного какого-то если уже перестану справляться с этим всем то скорее всего закрою комменты вот но ситуацию стоит стоит озвучить и наконец-то наконец-то я нашел время наконец-то тут как раз и пример прям живой и что что совершенно даже не ютюбера человеку просто уже видео навязывают но уже просто вот ну край вот просто просто край просто вот ну дальше 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 мне кажется дальше уже некуда вот опять же крупных каких-то ютюберов как я уже вначале сказал вроде бы от них отцепились потому что они больше могут резонанса сделать а с мелких каких-то каналов как грится почему бы не срезать просмотров и не кинуть их еще куда-то просмотр это были настоящие просто их у тебя убрали а кому-то отдали и рекламодатели довольны вроде бы как все все защита на все просчитано рекламу нужным людям показано уже да просто вот эти просмотры туда отправились и еще куда-нибудь и вот как-то так через хитро закрученную жопу это все и работает а у микрофона был олег гром спасибо за внимание камрады ваши лайки ставьте потом приходите проверяете через день через два исчезли или нет ваши добрые комментарии репостите видео вот это все конечно же радует ну и если что-то хочется поговорить на эту тему может быть на ближайших стримах и подниму ее но для этого нужно чтобы были еще какие-нибудь ютюберы которые возжелают прийти на стрим как-нибудь надо с кем-то чтобы еще пообщаться в прямом эфире как-то это обсудить такая мысль крутится в голове скорее всего ничего такого не будет но как говорится я сказал а вы уж можете сами так сделать потому что ютюберы вы же смотрите меня вот сделайте это раньше меня как вы это любите все пока пока